итак всем шалом и сегодня мы с вами будем продолжать изучать законы май махроним это законы омовение рук после трапезы но прежде несколько слов мусара сегодня мысль дня следующая человек должен продвигать себя добиваться прогресса в жизни толкая себя ногами они окружающих локтями вот такая вот мысль подниматься нужно не за счет унижения других а за счет возвышения себя так вот тут такая история интересная приводится история как-то одного большого рава рэби спросили почему он настолько пассивен почему он не отвечает и не вступает в дискуссии со своими оппонентами на что рава отвлекал такой истории знаете однажды гейджил был шохет один еврейский мясник так вот у него был вопрос и он пошел кровину со своим вопросом могут вы знаете говорит на легком животного которое зарезал была определенная спайка делать ли это спайка животное трефа или не делает трефа тонкий какой-то закон спросил так вот касательно этой вещи было логически на самом деле вопрос большой это спор авторитетов да или нет но самое главное мнение в итоге к чему все сводится это мнение шаха раби шапсе акоина и как бы обычно по нему устанавливают аллаху и шах считает что в этой ситуации животное не кошерно то есть оно не кошерно но этот раввин ответил ему ты знаешь говорит я все посмотрел подумал животное кошерно шокет был очень рад ничего себе это же для него убыток он урав сказал значит так есть но когда слухи распространились о том что сказал рав ведущие авторитеты торы вызвали этого раввина за такую хуцпу за такое как это так он взял установила лоху против мнения шаха авторитета который в книгах написан выдающегося у главы поколения на что равва отвлекал следующее он из наших книг известно что порой душа человека попадая в будущий мир не может обрести покоя пока не пройдет путь исправления и зачастую путь исправления этой души может быть следующим душу заключают в тело какого-то до животного то есть душа возвращается внутри живого организма и тогда когда это животное будет зарезано и люди скажут на него благословения а потом съедят мясо этого животного чтобы обрести энергию которая будет питать их тело для того чтобы они могли служить всевышнему исполнять митвот посредством этого душа этого человека заключенная в этом животном обретет свое исправление и в итоге удостоиться удостоиться занять свое место до вечном мире так вот всего этого бы не произошло если бы животное после шхиты было объявлено трефой то есть непригодным в пищу все в шоке слушают вообще чего он рассказывает а он продолжил и сказал так заключил следующим образом в день суда когда я предстану перед всевышним если ко мне обратиться шах великий шах с претензии того почему я спорил с его решением так я говорит окей я буду с ним спорить есть за и спротив есть можно так посмотреть можно так посмотреть этого говорит я говорит не боюсь но если ко мне с претензией придет это животное да и животное начнется мне со мной спорить вот этого говорит ягод боюсь потому что как я смогу говорит с ним спорить я точно не хочу вступать в дискуссию да с животным завершив эту историю раф улыбнулся и на этом остановился и просто покинул комнату так он ответил на вопрос да так он отвергал на вопрос почему не вступает дискуссию ступить в дискуссию можно да когда человек понимает он спорит ради не ради спора а ради истины он ищет эту истину а великий человек снимает да можно вступать дискуссию как человек спорит им движут какие-то интересы корысти гордыни и прочего на это как спорить животным смысл в таком споре сразу дал понять что да те которые его оппоненты они просто да то есть там спор не ради спора то есть эти споры являются бессмысленными так он ответил окей это что касается истории а мы с вами буквально в двух словах повторим что мы сказали в прошлый раз мы начали с того что мы ему хроним это хова это обязанность несмотря на знаменитый софот который говорить что причиной этому была соль в Reese's Bowl которая была очень опасно для здоровья в могла попасть в глаза чек мог ослепнуть на самом деле на самом деле по по сей день это обязанности эту обязанность сказать и не только для мужчин эта обязанность также для женщин то есть женщины тоже должны делать маем а хроним и мы маем охроним по распространенному мнению что говорит, для чего нужен майя махроним, самое простое объяснение, чтобы руки были чистые, когда ты возьмешь в руки беркат Амазон. Но мы с вами учили, что даже если человек внутри беркат Амазона вспомнил, что он не сделал майя махроним, если у него руки прям не жирные, прям не грязные, а нормальные руки, пусть закончит беркат Амазон и, внимание, сделает майя махроним после беркат Амазона. Что мы видим, что есть в этом что-то, даже после беркат Амазона, все равно сделать майя махроним. Да, не нужно выливать воду, мы говорили, на пол, нужно стараться делать это в сосуд. Что еще мы сказали, что нельзя убирать со стола, да, что... Есть, которые делают майя махроним под столом, да, если на что положиться, но есть, которые делают на столе не страшно, не делают горячей водой, чтобы не обжигало. Да, достаточно делать только до второй фаланги, но по кабале кто-то делает полностью до костяшек, то есть, да, все три фаланги, все полностью, всю длину пальца. То есть, можно до сюда, но по кабале делают вообще до сюда. Окей. Итак, давайте продолжим. Последнее, что мы сказали. Что после того, как сделал майя махроним, нужно направить пальцы вниз, чтобы все стекло вниз. Мы говорили про то, что кому дать первому майя махроним, что все зависит от количества участвующих в зимуне. Что если это пять или меньше, то первому дают тому, кто будет делать зиму. Тогда это уважение. Но если больше пяти, тогда получается это, наоборот, меньше уважения. Человек уже омыл руки, а все остальные кушают, разговаривают, а он уже ничего не может делать, не есть, не разговаривать, ждет всех. Поэтому, да, до пяти дают первому тому, кто делает зиму. А если, наоборот, больше человек, тогда сначала дают остальным. И уже последним пяти, когда пять остается, тогда дают уже тому, кто делает зиму. Не говорят благословение на майя махроним. А когда делают майя махроним, есть обычай говорить майя махроним хова, либо яхид вирабим, аллаха кирабим. Да, большинство против индивидуума, аллаха по большинству. Окей, это то, что мы делаем во время майя махроним. Дальше. Мы говорили, что майя махроним можно делать любым видом жидкости, кроме вина. В идеале, конечно, питьевой водой, но можно сделать хоть кока-колой. Да, в отличие от, мы говорили, от тела Тиадаймера, что от тела Майя махроним. Даже если ты сам не допил воду в стакане, можешь ты водой сделать майя махроним. Есть, которые считают, что если ты находишься в пути, лекатхила вообще не ешь. Нельзя есть, если ты сомневаешься, что у тебя будет вода для майя махроним. Вы слышите? То есть у тебя есть немножко воды и сэндвич. Ты хочешь кушать, ты думаешь, о, на тела Тиадаймера нормально, хватит. Внимание. Если у тебя лекатхила, если ты знаешь, что у тебя не будет возможности сделать майя махроним, не ешь. Но если ситуация такова, что действительно у человека нет воды, и идти за ближайшей водой нужно больше, чем 4 мили, тогда до 4 миль нужно идти. То есть до 4 миль иди, иди за водой. Ничего страшного. И там поешь. А если это по пути? А если это назад, да, то 1 миля. Потому что это не по пути. То есть если меньше, чем 1 миля или 1 миля, возвернись. Если больше, то уже нет. То же самое, как на тела Тиадаймера. Это 1 в 1, как на тела Тиадаймера. То есть 4 мили. Сколько надо пройти 4 мили? Вот надо посчитать. Вот столько времени потерпи. Если через столько времени у тебя будет доступ к воде, терпи. То есть без майя махроним, так же, как на тела Тиадаймера. Если ты понимаешь, что самолет, ты летишь в Нью-Йорк, и никому не дают, там, не знаю, нет воды. Что-то, какая-то ситуация. И лететь 9 часов. Окей. Тогда, тогда мы сказали, там, салфетки и прочее. Есть способы без тела Тиадаймера. И тоже майя махроним тебя не остановит, чтобы ты мог поесть. Но мы видим, что если ситуация такая, что ты все-таки нужна, аллах, отхила, даже отказать себе в еде, если нет доступа к воде, чтобы ты сделал майя махроним. И, но, так как все-таки есть ешумрим, это не аллаха, ешумрим, которые говорят, что майя махроним в наши дни, уже не как бы актуально, как Тософот пишет, да, это была домская соль, ее сейчас нету, аллаха, что это дахова, из кучи других причин. Но, тем не менее, так как этот ешумрим есть, мы не будем, как бы, это тот человек, который все-таки лекатхила, говорит, а, нет воды, ничего, я буду сэндвич есть. Главное, что у меня есть вода, надо тела отъедаем, пусть даже у меня нет воды для майя махроним. Такому человеку есть на что положиться. То есть, изначально, он говорит, лекатхила так делать нельзя. Если у тебя нет воды для майя махроним, не ешь. Не ешь. Но, если человек так сделал, ему есть на что положиться. Но, по всем мнениям, даже по моему мнению, если я говорю, что до ближайшей воды больше, чем 4 мили, чем время пройти 4 мили, и человек хочет кушать, то лекатхила может кушать, даже понимая, что у него нету майя махроним, но что теперь делать? Да, воды, даже на тела отъедаема, мы сказали, то же самое. У человека нет воды для на тела отъедаема, и долго еще не будет, и дойти очень далеко, может кушать. Как вы сказали, салфетку там как-то в перчатках есть. И просто после еды пусть вытерет, да, потрет об землю, да, либо об дерево, либо салфетки, как угодно вытерет руки. Но не нужно, не помогает использовать слюну. То есть твоя слюна не помогает. Тот, который в этом облегчает, если у него на что положиться, но говорит так делать, то есть как бы не слюной, просто салфеткой. Итак, мейкарадин по закону мутарвал рč-биркатмазон белец салфетку майя махроним. Помните, мы спрашивали по поводу сосуда майя махроним. Можно ли оставлять воду с майя махроним, которой ты помыл руки на столе? Так вот, надо знать, что мейкарадин вообще по закону мутарвал рč-биркатмазон белец салфетку майя махроним. по закону можно читать Беркат Амазон, если эта вода будет лежать на столе. То есть, да, не надо бить по голове там или кричать. То есть, по закону, на самом деле, если даже вода осталась на столе, можно. Но Мидат Хасидут Тов Венахон Правильно и хорошо убирать этот поднос, где находится вода во время благословения Берката Амазона со стола куда-нибудь на сторону. Вехена Минхаг. И таков обычай. Оказывается, убирать воду со стола Май Махруним это Минхаг. Обратите внимание, может быть, кто-то из вас не обращал, но существуют такие специальные Май Махруним сосуды, приборы. И они устроены таким образом, что в тарелке есть углубление. И когда ты омыл руки и кладешь обратно туда стаканчик, он закрывает отверстие, где вода. Вот такой Май Махруним даже Лефия Минхаг можно оставить на столе. Потому что вода закрыта. То есть он как крышка. Но есть Май Махруним, когда будет широкая. И ты просто льешь, и вода открыта. Вот такую воду, которая на столе открытая, вот ее принято Минхаг убирать со стола. Там она понимает, что уже зная эту проблему, куда убрать, иногда люди забывают. Уже изначально те, кто покупает специальный такой красивый для омовения рук после трапезы, так там уже это продумано. И такой Май Махруним можно не убирать со стола даже Лефия Минхаг. Просто маленький такой кнеч. Следующее. Кафалев. Человек, который взял щепотку соли, не должен после этого делать, омывать руки. Не забываем, что та соль, про которую шла речь, была другая соль, сдомская соль. Там из-за чего, когда одна из версий, почему вообще было установлен Май Махруним, это была другая соль. И вообще человек там мажет кукурузу, я не знаю, солью во время трапезы или там огурцы. Да, он не должен намывать руки. Это не та соль, о которой шла речь, какая была раньше. Это была сдомская соль, особая соль. Наша сегодня морская соль обычная, нормальная. Эйн ледабер дварим бетелим бенетилат май Махруним леберкат амазон. О, важный момент. Можно ли разговаривать после май Махруним? Ответ. Ответ. Разговаривать после май Махруним можно, но не дварим бетелим. Что такое дварим бетелим? Как и снатилат ядаемом, нельзя говорить посторонние вещи. Как мы знаем, даже после нацилат ядаема мы учили, можно сказать, что-то связанное с трапезой, где соль, где хлеб, подайте нож. Но отвлеченные вещи нельзя. То же самое после май Махруним. Нельзя разговаривать после май Махруним на отвлеченные темы. Кицарихла, смих, это браха на тела, потому что браха должна быть в непосредственной близости к омовению. То есть точно так же, как после нацилат ядаема мы сразу говорим браху на хлеб, так же после май Махруним мы говорим браху веркат амазон. Если что, человек заговорил, заговорил, пусть заново сделает май Махруним. Итак, работая, это Аллаха. Мы говорили, что есть разница с широма Алло между сварадим и ашкиназим. Да, но в май Махруним разницы нет. Май Махруним это символизирует окончание трапезы. Ты закончил есть. После этого, во-первых, нельзя уже есть и вообще в идеале не надо разговаривать. И если ты заговорил, нужно снова сделать май Махруним. И не просто заговорил, а заговорил на отвлеченную тему. То есть не связанный, не подайте мне замиротник, не где беркатник, да, а что-то вообще отвлеченное. Нужно снова омыть руки. Итак, последние три Аллахи. Можно изначально делать май Махруним в другой комнате. Не у всех есть специальные приборы для май Махруним. Не всем им приносят. Если тебе надо, встал, вышел, пошел, не знаю, омыл руки у крана и вернулся за стол, даже если нужно было выйти в другую комнату. Почему? И нет здесь опасения, что ты забудешь сказать беркат Амазон. Помните, мы говорили с вами, что идея того, что я начну трапезу здесь, а продолжу дома, она чем плоха? То есть на самом деле по Аллахе так можно. В чем минус? Опасение, что ты забудешь беркат Амазон. И поэтому так нехорошо делать. Только Бешаат Адхак, если вы нужный человек. Нельзя. Но здесь такого опасения нет. Выйти за май Махруним надо можно выйти, спокойно омыть руки, вернуться за стол. Есть, которые произносят специальные пасуки, истории между май Махруним и беркат Амазоном. Но мы сказали, он не приводит какие, потому что наш минаг распространенно обычно говорят коротко май Махруним кто читает пасуки могут книгу прочитать это все отлично. Но, как правило, сразу после май Махруним просто беркат Амазон. Миша метом мутал лефанав Ион Авель, теперь он соблюдает законы траура по нему. Мы знаем, что такой человек, пока родственника не похоронили, находится, ему запрещены все повелительные заповеди. То есть, он не одевает филин, он не говорит благословения, он не, не надо, вот даже если он хочет, не надо этого делать. так, несмотря на то, что этот человек, он не говорил благословения о Моцелехе Минаарец, он поел, он не читал беркат Амазон, май Махруним он все равно должен сделать. Десиума Ахила, когда закончит трапезу, все равно должен сделать май Махруним. То есть, все остальное нет, потому что май Махруним это еще немножко митсад, это не просто закон, повелительный заповедь. У него же другой беркат Амазон, маленький. У Авейлин? Да, другой беркат Амазон, маленький, да. Есть сокращенные версии, мы говорим про Онена. Онен, человек вообще, вообще, даже блиберкат Амазон, вообще не говорит ничего. Нет у него, не делает, он освобожден от всех повелительных заповедей. Свобожден. Почему? Потому что, окей, много на то причин, и кавана, и все, человек полностью в другом месте. И вообще считается, что он в таком состоянии находится, что его благословение сейчас в очень тяжелом состоянии человек, поэтому нельзя отходить, то есть, человек не просто освобожден от заповедей, но май Махруним, да, должен сделать. Итак, теперь очень интересный аллахот, мы начинаем новую главу, называется, мы сделали май Махруним, разобрали май Махруним, следующее, что? Кос Биркат Амазон. Кос! Вы все знаете, что есть такой обычай, что прекрасно делать Биркат Амазон на бокал вина. То есть, все четыре благословения, все броход, которые есть в Биркат Амазоне, мы как будто бы говорим над бокалом вина, и мы знаем, даже уже по физике сегодня доказано, что человек, который говорит на воду гадости, или человек, который говорит на нее какие-то позитивные вещи, вода меняет свою структуру, да, этим законам тысячи лет, тысячи лет, да, у евреев принято говорить благословение на бокал вина, а потом выпивать этот бокал. Вот сейчас мы будем учить эти законы, и этот Минхаг, в Минхаг, сегодня люди спешат, мы живем в мире, где все спешат, сегодня, если вы обратите внимание, люди кушают, мы там завтракаем, никто не делает Биркат Амазон на бокал вина, в шаббат обязательно в нем тофт, а в обычные дни поели хлеб, даже если трое человек сидели, просто делают зиму, Биркат Амазон не делают, но, говорит, тот, кто все-таки старается, ищет, всегда делать, чтобы у него было сказать благословение на бокал вина, того, алигем браха, действительно, того, алигем браха. Винахон нахуш ладзи брея зоар акадош, но, конечно, лучше придерживаться мнению святого книги зоар, пока боле шилол и веркат Амазон бе хил в одиночестве, если ты один поел, не нужно делать зоар, а ты можешь говорить на вино, благословение Биркат Амазон. И, тем не менее, если человек хочет выпить вина, если человек просто хочет выпить вина, тогда просто пусть не поднимает бокал, а пусть он лежит на столе, скажет Биркат Амазон, потом скажет браху на вино и выпить его, если прям он уже очень хочет. По кабале есть что-то, что если ты один поел и на вино будешь держать бокал и говорить Биркат Амазон, это не есть хорошо. Окей. Но, когда ели трое, делают зимун, обычай делать на вино, но в наше время так не принято. То есть, люди просто говорят Биркат Амазон. Кошель Биркат Амазон эйноэлэ шель яйн вилошель шармашкин. Итак, сам, если ты уже делаешь как положено Биркат Амазон на вино, то это необходимо, чтобы это было именно вино, а не какой-то другой напиток. И если нет вина в этом месте, но в этом месте принято пить какой-то другой напиток, называется Хомер Медина. Хомер Медина – это напиток, принятый в этой стране. Тогда можно сделать благословение на Хомер Медина. Хомер Медина – это напиток, на который приглашают в гости. То есть, уважаемый напиток. Обычно это вино, вино всегда самое уважаемое. То есть, по каким-то причинам в этом месте, не знаю, или у тебя не оказалось, то там это пиво в Германии, не знаю, в России водка, то на что можно пригласить человека просто. на чашку чая, не знаю, на кофе, на что-то. Можно. Тоже ты говоришь благословение, все это попадает и потом пьешь это. Стакан не должен быть пагум, ущербным. Что это значит? Вы, наверное, обратили внимание, что если у тебя ты сделал кедуш, нужно помыть бокал перед тем, как снова налить туда вино. А вы не задумывались, почему? Почему просто не добавить туда вина? Потому что это называется пагум. Если ты от него отпивал, то есть, это должно быть новое вино. Вино для Беркат Амазона, новое вино, не отпитое. Как можно исправить? Оказывается, бгам можно исправить. Ну, не знаю, кто-то подошел, ребенок попил. Что теперь делать? Надо добавить туда немного воды. И тогда можно использовать. что-то Вот, но интересно, если на момент благословения стакан был непогумным, то есть от него никто не отпевал, да, уже будем переводить по-русски, то этого достаточно, и теперь он уже не будет погубным никогда. Когда это, почему это важно знать? Например, в Песах. Представьте себе ситуацию, у вас только большой бокал вина. Ну вот, знаете, так получилось, нет маленького стакана. И ты взял какой-то серебряный, большой, огромный прям, туда там полбутылки, бутылка вылилась. Что делать? Вина так много нету. Если едят несколько человек, ты можешь сказать браху на вино, отпить ревит, и дать другому жене, она тоже отопьет ревит, и сын отопьет ревит, и так все выполняют. А не нужно добавлять между отпеваниями воды, не нужно даже текун делать, все, вино нормальное, потому что на момент благословения оно было нормальным, и поэтому оно уже погубным не станет. Вот все, что до благословения кто-то отпил, да, оно становится погубным. Надо исправлять. Следующий Аллаха. А как понять, Аллах, до благословения как люди выпили? Просто нарушили, имеется в виду? Нарушили, да, отпил ты. Или просто, ты не допил кедуш, а можно я добавлю вина? Нет. Надо пойти помыть стакан. Почему? Почему моют стакан перед этим всегда? Ну, там вино было. В чем? Нет. Это вино, оно уже было погубо, оно дотрало, его пили. Надо помыть бокал и заново налить. А ты же сказал, можно добавить? Можно исправить. Исправить водой. Как исправить? Например, да, тебе ребенок, вот у тебя был полный бокал, жалко, а он взял, отпил. Что теперь делать? Это хочется исправить. Чтобы исправить, нужно долить воды. Вот тоже аккуратно. Не вина, воды. Забавно, да? Исправляют водой. Хорошо. А то, что ты сказал, браху и выпил, другой может просто налить вино, дарить вино. Получается сделать кедушь, да, заново? Уже нет необходимости исправлять. Так получается? А следующий бокал? Не, ну ты говоришь, если с брахой выпили, то он не испорчил стакан. Если на момент благословения он был нормальный, все, он уже нормальный. Из него могут выпить несколько человек подряд. И не нужно в промежутках доливать туда воды. Ну а что значит несколько человек подряд выпить? Ну вот только что... Несколько человек подряд сказать браху? Нет. Например, мы говорили, у человека большой бокал и Песах. И он налил в этот бокал бутылку вина. Бокал большой. И он сказал браху, а у него нет больше вина. Так он выпил, сам рвит, дал жене. Жена выпила рвит, отдала этот же бокал сыну. Сын выпил. Все выполнили заповедь третьего бокала вина в Песах. Но при этом не нужно посредине наливать воду, потому что он не становится погумным. Вот это благословение до конца можно обыграть на 20 человек и нету богема. А только если следующий. Все, вы выполнили это, теперь трапезой ты этот бокал недопитый. Хочешь сделать на него беркат Амазон. О, он погумный. Надо его освежить. Добавить воды. Вот такой закон. Следующий закон. Как вообще нужно обращаться с бокалом? Вот тоже важно. Какую руку? Кто-то его берет, стакан ставит, правую. Брать нужно двумя руками. Или принимать. Бокал нужно двумя руками. Сейчас поймем. Тебе должен кто-то подать, ты должен сам взять. Берешь двумя руками бокал. Двумя руками. Но на момент когда ты говоришь благословение, держать бокал нужно правой рукой. И левой рукой. Им яхоль лейхоз этакоз бэтшим аварег беркат Амазон бияд ямин чел коль адам. Нахун шиитфоз этакоз бияд ямин ка хол адам. Так, еще раз. Якабель лейхоз бичтей ядах. У кишем отхил лейхоз царих лейхоз этакоз бияд ямин ве итер яд. А, ве итер яд. Им яхоль лейхоз этакоз бэтшим аварег беркат Амазон бияд ямин чел коль адам. Нахун шиитфоз этакоз бияд ямин ке хол адам. Окей. То есть правой рукой на момент благословения нужно держать бокал правой рукой. А если человек левша, если он может, потому что в этом случае не важно, что он левша, это нет филин. Когда действительно левша начинает одевать филин на левую руку, там специальный день, что это ядка, это должна быть слабая рука, поэтому для левши слабая рука становится правой. Но во всех остальных вещах правое, даже для левши остается правое. Правое – это уважение, это правое. Поэтому даже левша, если он может, если у него там настолько правой рукой он не может, тогда нет. Но если правой рукой он может держать бокал, то даже левша пусть держит правой рукой, которая для всех правая. Но если он переживает, что у него рука правая дрожит, он неловко, когда это как правше держать левой рукой, он будет разливать и будет отвлекаться от Беркат Амазона, тогда можно держать левой рукой. Но, что мы поняли, берешь бокал двумя руками, на момент браке оставляешь в одной руке. Окей. Следующая Аллаха. Лекат хила. Ешь литфо сакос бьядок кольцман шморэ Беркат Амазон. Вау, изначально, но это страшно Аллаха работает. Лекат хила. Нужно держать бокал в руке все время, пока читаешь Беркат Амазон. Да, у нас тяжело это делать, у нас дети, у нас очень долго поют Беркат Амазон. И, конечно, я вижу, просто к нам приходит рабаним, которые исполняют этот закон. Мне просто... Да, я вижу, как Рававнер держит бокал долго, но это же очень тяжело. Да, окей. Лекат хила надо держать. Да. Рававнер держит, да, тяжело. Но Лекат хила надо сразу держать, да, ты так сосредоточен, так ты понимаешь, что у тебя бокал внутри, все благословения идут на вино. Есть, у которых есть обычаи немного смешивать вино с водой перед Беркат Амазономом. Да, это очень аккуратно надо. Вот Рав подсказывает, особенно по-сифарски. Вообще, когда мы наше вино, просто если его немножко с водой смешать, там уже и проблема с брахой будет. Поэтому, да, они много разбавляют, немного добавляют воды. Уверахта Эд. Ага, вот, забываем, код Беркат Амазон. Вешув мозгим отоб Беркат Аарец. И еще немного добавляют воды, когда благословляют Аля Аарец в Амазон. Во втором благословении Аля Аарец в Эд. На слове Эд тоже капают воду. Вешув маархим аракос яйн хай. Вафилу пахот мишу рвиит. Вело мозгим отобе маем адшим и гим леберех леберката Аарец. Вешам мозгим отобе меат маем. Интересные, интересные обычаи. Ешну агим. Окей. У кого есть какие-то вот такие вот добавления воды в вино? На самом деле, все это идет из древности. Мы знаем, что в древности вино было такой крепости, что порой просто без того, чтобы его разбавить с водой, его было невозможно пить. Да? И вообще был вопрос, когда человек пьет такое вино, какого бахона у него научил, его можно, оно пригодно для питья или непригодно для питья. Но в наше время все это уже мало актуально. Но видите, минагим какие-то остались. У кого они остались? В крайнем случае, если нет у человека красивого бокала, можно, можно, в крайнем случае, да, делать разрешено биркат амазон на любой стакан, хоть из пластика, хоть из картона, из бумаги, на обычный, да, одноразовый стакан. Несмотря на то, что они одноразового использования, ну, конечно, как можно стараться, вообще все митцвот мы стараемся, да, стараемся делать красиво, стараться использовать для этого бокал максимально красивым. То есть, Альберт, можно из одноразового стакана делать? Можно, можно. Я знаю, что видел, что рабоним делают. Они берут 2-3 стакана один в другой. как-то его... Именно даже кедуш можно сделать так? Ну, конечно, брат. Зеки Ливи Анвейгу, ну, слушай, ну, нет у человека, что ему делать? Да. Мы должны стараться делать митцвот красиво. В серебряных бокалах 928-й проб. Теперь если... Ну, окей, ну, у каждого по-разному. Но Дон Гавейда можно делать на все виды стаканов, пожалуйста. Почему? Мы шум зэ Ливи Анвейгу, да, ведь на эле фанаби, как у меня цвет. Потому что изначально мы должны, конечно, стараться исполнить зэ Ливи Анвейгу. Убыша датхак, мутар лаверех аляяй, шабыток гадия, мутсак шаль глида, шадинок, кедин, коз шаль наяр. С ума можно сойти. Даже можно использовать стаканчик мороженого. Вау. Да, потому что он тоже, в принципе, может, он как одноразовый стаканчик считается. Ну, окей, понятно, да, то есть вы должны сказать браху на вино и на стакан, правильно, просто нужна какая-то емкость. В крайнем случае можно использовать. Теперь, зимой, когда все ходят в перчатках, то есть при всем уважении, раньше вообще носили для красоты перчатки, джентльмены, то есть сейчас, зимой носят, во время берката Амазона, например, на улице человек или холодный ему, он делает беркат, надо в идеале снять перчатки и взять бокал вина берката Амазона руками. То есть бьядав мамаш. Есть в этом что-то, запоминаем, да, что взять бокал руками, да, это важно, не в перчатках. И последнее Аллаха царих лехазер ахаркос шалем шелой е гуфакос шавур опагум бисфато. Вот очень важно, как мы учили законы на телатнице, что там не должно быть дырки, трещин, ничего, то же самое касается бокала кедушного. Очень важный закон. царих лехазер ахаркос шалем. Нужно искать целый стакан шелой е гуфакос шавур, чтобы он не был разбит опагум бисфато или скол вместе его ребра. Очень важно, кстати, надо подумать, у меня есть очень красивые бокалы, прям такие серебряные, но, к сожалению, у них есть маленькие сколы, то есть все, его же для кедуши использовать нельзя. Он крутой, красивый, классный, но считается погумный, потому что у него есть скол вместе, где, да, вот именно сама, чтобы бокал был целый. Окей, это были законы бокала Беркат Амазон. Да, что именно когда... Беркат Амазон или Кедуша тоже, что можно одноразовый стакан? Нет, Динкост, Беркат Амазон. То есть, может быть, в Кедуш нельзя одноразовый стакан использовать? Нет, я думаю, здесь то же самое. А ну, спроси у Рава на секунду. По-моему, там может строже быть. Можно для Кедуша пластиковый использовать стакан, если у человека нет? Да. Конечно, можно. Используйте. Что тебе делать если дать другого стакана? Не пропускать же Кедуш? Ну, понятно, что делать. Ну, так если и вина нет, то что делать? Надо что-то придумывать. Можно, нельзя. А им еще в Дельбе козлы для Коски Души. Коски Души важнее, потому что Косов для обязанности. Беркат Амазона Косм максимум без Косов ничего страшного. А человек сказал бы, как там Амазону без Косов. Если, допустим, надо для Шаброхота, видишь, по мнению или Большой Фанштейна, надо только Сэмо, смотри, как бы... Вначале, если они найдут у них бокалы, если нет, то общий кедуш, общий кедуш, бетеркат, Амазону и бокалом на кедуш. Что-таки в кедуш есть важнее, поэтому есть Моша Файнштейн, на минуточку, который говорит, что вплоть до того, что если нету статуса, если это не настоящий бокал, ты даже не вышел в кедуш. Аллахане люди делают это, но просто надо знать, что это очень важно. это надо прямо если нету, нету, да, но стараться все-таки сделать на нормальный стакан, то есть на то, что имеет статус посуды. Ага. То есть помимо Зеки Ливи Анвейгу, да, помимо Дин Зеки Ливи Анвейгу, что это просто красивее, надо красивее искать, и совсем другое, чем они здесь спорят вообще, что бокал должен быть бокалом. Тут идет спор, является ли пластиковый стакан стаканом. Большинство авторитетов говорят, что да, он хоть и одноразовый, не знаю, для человека. То есть нет разницы между Кедушем и Беркат Амазоном. То есть идейно. Беркат Амазон максимум человек говорит Беркат Амазон без хроста. Еще страшно. Ага. Видишь, разница в том, что Беркат Амазон в конечном итоге ты можешь вообще сказать без этого бокала. Никаких проблем. Мы так и делаем. А Кедуш то это Кедуш то есть он прям делается на вино. Поэтому в этом халы можешь сделать Кедуш в итоге. Просто разница в том, что Кедуш это все говорим о шабаде. Я много раз видел, делали Кедуш на пластиковые стаканы, какие только я не видел. И в лагерях, и все, что угодно, и раб они. Что делали? Что делали? Я делаю, что я обещаю, что я работаю, поверьте, они знали, что делают. И это лоха. Можно. Если нету, если нету у тебя другого варианта. Кстати, интересно, вот нету другого варианта. Наверное, лучше взять обычную получается кружку. Да, лучше взять кружку, чем пластиковый стакан. А вальмай утертов килу косрагиль о лакахат хадашот, а валькама кама пластико мекартон, кама косот. Косрагиль утертов. Косрагиль утертов. Лучше обычную кружку, лучше обычную любую кружку, чем... очень хорошо дизайнировать с хадбами в таком времени. Но при этом это легче, потому что много раз это пользуется дом, не только на разный. И тут жалко на них просто как мусор. Но на самом деле если кос хадбе который красиво сделает дизайн и мимо этого есть еще косрагиль даже если у вас дизайнерский супер красивый одноразовый сейчас такие одноразовые стаканы делают все равно тот факт что он одноразовый вот это лучше взять обычную кружку там обычную кружку окей есть еще второй день кли не кли и об этом спор вот такие вот хедушим у нас сегодня друзья здесь мы остановимся и мы завтра у нас пятница в следующий раз мы продолжим если ты например находишься в отъезде и у тебя хватает вина на один кедуш например шабатни у тебя есть вечерняя сиуда это дэурайта у тебя есть авдала это дэурайта у тебя есть дневная сиуда это дэрабанан есть какое-то предприятие да мы учили это мой брат по-моему мы сказали если я не ошибаюсь что ты вечерний кедуш делаешь на хлеб дневной кедуш вечерний сделать да так неудивительно ну хорошо авдалу уберем отсюда потому что авдалу можно пойти купить грубо говоря уже все шаббат вышел а подожди а если выбирать между вечерними дневной саудой прямо это аллах было у нас мы сказали я думаю приоритет дэурайта нет вечерний кедуш да но тогда ты вообще не сделаешь кедуш днем а нету потому что с утра у тебя не остается кедуш ничего не остается поэтому подожди а что значит ты не сделаешь дневной кедуш ты можешь кхатский дневной сделать на хал как в смысле так же как и вечерний нет дневной только диркат только дневной невозможно сделать кедуш дневной кедуш это браха буре приагефе а ты ее сказать не будешь все все остальное суким это так уже на самом деле дневной кедуш, это просто буре приа гефен. Все. А у тебя нету гефен. Что ты скажешь? Амоци лехем? Так амоци лехем ты и так скажешь. А вечером у тебя две браки. Мекадеша шаббат. Поэтому даже если первая не буре приа гефен, а амоци лехем минаарец, вторая Мекадеша шаббат, кедуш есть. Кедуш это захорет йома шаббат. Вспомни день в субботник. Ты его вспомнил, ты его сказал. Ты сделал кедуш. Да, мундрецы постановили на вино. Поэтому говорят, что вечернюю делаешь на халу, дневной делаешь на вино. Арберт, а Авдала это реально делаешь на вино? Да, Авдала очень. Авдала как кедуш, работай. Авдала это не шутки. Просто у Авдалы есть кула, что ее можно сделать на пиво, хомер-медина и прочее. Ну и как Роберт сказал правильно, можно пойти просто и купить там, заморочиться. Да. Это тоже. То есть вино оставляет, врат, получается, на вторую Сеуду. Брат, надо заранее подготовиться, чтобы вино было и на первую. Да, понятно. Это понятно. Я говорю, если у тебя не хватает. Если так, да. Если так, да. Да. Чтобы хоть сделать кедуш днем. Кедуш раба. Кедуш раба. Окей, друзья. Всем шкура. Все, я прощаюсь с вами. Спасибо. Первый этаж. Продолжение следует...